Давайте знакомиться. Меня зовут Алина, я руководитель тренд-проекта «Лучше из Таиланда». И я хочу сегодня рассказать, почему я вообще начала заниматься этим проектом. И это, естественно, связано как раз-таки со спиной. Я начала заниматься, потому что у меня у самой была проблема со здоровьем. Когда мне было 20 лет, мне врачи сказали, что я больше 5 лет прожить не могу. У меня были протрузии практически во всех отделах позвоночника. Говорят, что так не бывает, но это была моя ситуация. У меня было после замершей беременности, сепсис. И на самом деле у меня с трудом спасли. Все было через реанимацию, через клиническую смерть. И потом, когда меня начали лечить, у меня далечили такое состояние, что я просто уже не могла вставать, я не могла ходить без посторонной помощи. У меня были дикие боли, мне делали уколы в позвоночник. Это было след. И я пыталась обращаться к мануальщикам, я пыталась сделать какие-то дополнительные вещи. Но в итоге массажи мануальщиков, они пришли к тому, что у меня просто началась нестабильность дисков. То есть протрузия плюс нестабильность дисков. И я уже просто жила в корсете в ортопедическом, в ошейнике. И мне предлагали ставить инвалидность. И на самом деле меня это очень сильно задело. Я отказалась. Сказала, ребят, вы издеваетесь, мне 21 год. Какая инвалидность? Я буквально год назад была цветущей здоровым человеком, который в горы в поход ходил, который вел активный образ жизни. И тут оп, у меня инвалидность. Я просто не могла поверить этим словам. И я отказалась, чтобы мне оставили инвалидность. И в очередной раз, когда у меня съехал диск позвоночный, у меня отняла половину тела, приехал на дом травматолог. И видя моё состояние, у меня просто была истерика, что я понимала, что прогнозы врачей, они правдивы, что в самом деле в силе я не проживу, что в любой момент может просто съехать диск и пережать окончание и как бы всё. И кроме того, очень тяжёлое было стояние, было нервное истощение, было физическое истощение. Я весила всего 35 килограмм. И когда он увидел, что я в истерическом стоянии, и начал со мной общаться, и вот то, что он мне тогда сказал, это полностью перевернуло ход событий, то, что было дальше. Он сказал следующее. Ты чего так рано сдалась? Девчонка, ты чё вообще? Ты зачем веришь традиционной медицине? Есть же много альтернатив. Да, поставили на тебе крест. И что, повод сдаваться? Пока всё не перепробуешь, ты понимаешь, что как бы всё. И он ушёл. И после этого я, когда пошла на очередной визит к невропатологу для очередных уколов в позвоночник, я просто забрала с собой свою медицинскую карточку и больше я там не появлялась. И я начала искать альтернативы. Я пробовала вообще всё, что можно. Мы перепробовали всех мануальчиков, всех там бабок, шаманов, каких-то там ведумов, которые были. Но российских их много. Я из Новороссийска сама. Но российских было очень большое количество. Мы перепробовали все БАДы, которые нам подворачивались под руку. От чего-то становилось лучше, от чего-то становилось хуже. Нет, наоборот. Лучше не становилось ничего. От чего-то становилось хуже, от чего-то не было результата. Когда бы ещё не было результата, ещё было нормально. Но часто было, что я начинаю петь, и через месяц у меня всё ухудшается, состояние ещё хуже становится. И я в итоге вышла на тибетскую медицину. Это были БАДы. Я не буду называть название компании, потому что сейчас эта компания, она уже не очень популярная, и там уже качество продукции не то. Я просто перестала принимать БАДы этой компании, потому что продукция уже была не та. И на тех БАДах, плюс, кроме того, я изучала силу мысли, я работала с дыханием, я делала физические упражнения. Даже вот лёжа в постели, я разрабатывала кисти, руки, ноги, хоть что-нибудь, чтобы хоть как-то что-то активизировать. Я прочитала очень много литературы на разные темы и психологии, и по работе с подсознанием, и многие-многие-многие вещи. И на самом деле, вот именно вот работа с подсознанием, дыханием, аффирмацией, вот это всё, оно давало результат, но очень-очень медленно. Когда я вышла на эту тибетскую компанию, которая продавала БАДы, кроме того, они обучали основу тибетской медицины, рассказывали, объясняли взаимосвязь в организме. Мне как раз очень понравилась их философия, то, что они рассматривают, на Востоке наш организм рассматривают как единое целое. Если на Западе медицина – это наука о болезни, то на Востоке медицина – это наука о здоровье. То есть там всё идёт на то, чтобы поддержать здоровье, и там все органы, они взаимосвязаны. Органы взаимосвязаны с эмоциями, с проявлением, со всем остальным. То есть там не лечится какой-то один орган. Там лечится вообще организм в целом, чтобы полностью восстановить баланс. И мне очень понравилась, на самом деле, эта идея, и я начала в эту сторону копать. Признаюсь честно, за месяц, за месяц на самом деле у меня был очень сильный прорыв. Я набрала 10 килограмм веса. Я вот так смогла снять ошейник, в котором я уже жила, корсет, и я смогла пойти просто походкой по жизни. Да, первое время каждый шаг мне стоил вообще в дикой боли. Это было очень неприятно, но постепенно, 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 постепенно мне становилось всё лучше, лучше и лучше. И через полгода, когда меня увидел мой невролог, и он просто остановил машину, он бросил, а я иду такая вся на каблуках, у меня всё хорошо. Уже тогда, в принципе, был дискомфорт, но уже я могла даже на шпику встать. И я на каблуках, он остановился в машину, бросает, подъезжает, говорит, это ты? Я говорю, я. Ты живая? Я говорю, да, я ещё и хожу. Приехали ко мне, приезжаю, он делает осмотр, говорит, слушай, ну этого не может быть. Я говорю, ну как не может быть? Вот вы видели, вот мои результаты, вы сами это вот как бы делали, снимки, вы это вот всё вот прописывали, всё. А он, что ты делала? Расскажи, что же ты делала? Как? Ты в Москву поехала, тебе операцию сделать. Как? Я говорю, не делай мне операцию, в Москву я не ездила. Я вот начала вот делать это, 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 начала вот пить, вот это вот, и у меня вот такой результат. Вот нет, так не бывает. Скорее всего, у тебя просто ошибочный диагноз. Я говорю, угу, конечно, вы сами поставили мне ошибочный диагноз. На этом, на самом деле, мы с ним распрощались, и дальше вот в чём была проблема. Это были на основе гриба линжи и кардицепса. А знаете, в чём опасность препаратов на основе линжи? Вы там как-то сказали, мне звонил лидер другой сетевой компании, и он таким заговорческим голосом говорит, а вы знаете то, что ваши препараты наносят вред здоровью, что их опасно принимать? А у меня была уже большая структура, потому что фигня. Ну, Наталья, здесь очень интересный момент с этим грибом. Есть на самом деле, есть разные компании, выпускают разный продукт, и здесь как бы насчёт этого гриба, давайте я вам расскажу более подробно, да, то, с чем я столкнулась. На самом деле, линжи плюс кардицепс. Кардицепс, он тоже растёт в Тибете, он паразитирует из куколки в гусеницу, в гусенице он пускает споры, просто в гусенице, то есть такой гриб-паразит. И вот эти вот препараты, которые являются иммуностимуляторами, они помогают совершить скачок, то есть они подстёгивают иммунитет для того, чтобы сделать прорыв из тяжёлого состояния. Но долгое время их принимать нельзя. Что линжи, что кардицепс, что прочие иммуностимуляторы, если их принимать больше шести месяцев, они делают иммунитет ленивым. То есть иммунитет, он перестаёт сам реагировать, он ждёт, когда ему дадут стимуляцию. Вот в этом основная опасность. Я об этом предупреждаю у своих клиентов. На сайте у меня есть статья, я часто об этом пишу, что линжи, тоже наши консультанты всегда говорят. Наталья, есть, я, разные показатели, я согласна. Я сама просто получила результат на этом, но дальше, дальше, я совершила этот скачок квантовый, да, из лежащего состояния входящее, вроде более-менее всё нормально, но дискомфорт у меня в спине всё равно оставался. Шея, спина, я постоянно что-то пыталась сделать, чтобы снять боль в спине, в позвоночнике. На самом деле, я припробовала кучу массажистов, кучу всяких методик, даже вот пластыри, да, вот снимала по точкам боль пластырем, когда было очень больно, есть специальные пластыри, я потом о них отдельно расскажу. Но это всё давало временный эффект. Боли, они опять возвращались, особенно осень, весна, проблемы с погодой, и всё, у меня всё начинает ломать, у меня всё начинает ныть. Но я уже могла жить, я уже не выживала, я уже не была в общинном состоянии, я уже могла жить. Так, у меня телефон включил, сейчас я его включу, чтобы подсматривать за комментарием. Вот. Всё изменилось, когда уже я смогла работать, уже я смогла найти мужа, выйти замуж. То есть я уже была полноценным человеком, который уже мог вести полноценную жизнь. И потом мы с мужем поехали в Таиланд. Он мне как-то так предложил, говорит, а поехали в Таиланд? А поехали. И уже собираясь в Таиланд, я узнала, что там очень хорошие массажи, что там очень хорошая тоже медицина, которая отличается от тибетской. И туда мы первым делом приехали за здоровьем. Мы думали, пожить здесь несколько месяцев, а потом поехать домой. Муж у меня программист, ему всё равно в какой-то точке не рожить. Главное, чтобы интернет был. Вот. И мы приехали, я начала ходить на массажи, и там я познакомилась с тайскими бальзамами. Это такие вот мази, которые втираются в суставы. В спину, во время массажа их тоже массажисты добавляют. Я познакомилась с владелицей тайской аптеки, с тайской травницей. И причём, да-да-да-да-да, я понимаю, что очень хорошо знакома с бальзамами, да. И она мне дала листовки. Знаете, вот здесь есть туристические аптеки в Таиланде. И там вот есть листовки на русском языке написано описание. И как-то мы с ней так познакомились, разговаривались, и она говорит, ой, вы русский, по-английски говорите. Я говорю, ну да. Такая резкость, что русские по-английски говорят. Обычно вот у меня такая вот дилемма. Я хочу тоже для русских туристов начать продавать свою продукцию, но я не уверена, что вот у меня вот листовка есть. Да. У меня, говорит, есть листовка, и я просто не уверена, что то, что здесь написано, это правда. И я начала переводить на английский, то, что здесь написано, она просто так взялась за голову, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что же такое? Пуэрария мерифика при онкологии ни в коем случае нельзя. Ну почему нельзя? Она говорит, ну пуэрария мерифика, она же стимулирует эстрогены других тоже гормонов, и она стимулирует рост клеток. То есть, если есть у человека уже онкология, она стимулирует рост ее. Если ее нет, она предотвратит ее появление. Но если у человека уже есть раковые клетки, то пуэрарию нельзя. И мы с ней начали сотрудничать, я к ней приходила, и она мне по каждому вот БАДу, который она продает, она мне переводила, ну на тайглише объясняла, что это, я это переводила на русский, и потом я это все начала вкладывать в блоги. И там как раз таки она мне помогла подобрать препараты, которые помогают при болях в спине. Позже расскажу. И на самом деле у меня была как бы уже боль с ними не так беспокоило, как бесплодие. Мне в 20 лет тогда же мне сказали, что у меня детей вообще не может быть никак, от слова никогда. И потом позже мне поставили дисфункцию коронных почечников, сказали, что вот из-за этого у тебя не может быть детей. И я приехала, и всех задал было вопросом, говорю, ребят, дисфункция коронных почечников, как решить, как решить. И мне, она рекомендовала травку, которая называется и эта травка, она восстанавливает почки, и она выводит мочевую кислоту. Мочевая кислота, она откладывается в мышцах, в сухожилиях, в суставах и вызывает болезненные ощущения. И вот после того, как я пропила несколько курсов этой травки, чтобы восстановить свои почки, у меня начали уходить с боли в спине. Бальзамы, плюс вот эти вот травки. Ну, я, на самом деле, я много всего пила, потому что я хотела, чтобы у меня был ребенок, я хотела, чтобы у меня был здоровый ребенок, я много очистилась, я много себя восстанавливала, и в итоге, в 30 лет я стала мамой. Говорили, что у меня полное бесплодие, и я не смогу никак иметь детей. В 30 лет я стала мамой. У меня родилась прекрасная здоровая малышка, но на самом деле здесь тоже была проблема. Так, повторите, травки я потом отдельно, отдельным блогом я расскажу полностью по травкам, кошачий уз. Я покажу баночку, расскажу, как это называется. Расскажу, потому что я все эти травки изучала для себя первым делом, потому что я восстанавливала свое здоровье, и для меня эта тема очень важная. Вот, и еще у меня есть такая особенность в организме, потому что у меня, я в России, я в России никак не могла, то есть если принимаю какие-то химические препараты, у меня дикая реакция на них, то есть у меня вылазит вся побочка. И это у меня с детских лет, то есть когда мне делали манту, она мне вот такая вот раздувалась здоровая, мне там давали какие-то таблетки от групплеза, у меня начиналась тоже сыпь на руках, то есть вот все, что можно, у меня побочка вылазила. И мне говорят, что у меня аллергия. Начала обстоятельства в Таиланде, выяснила, что аллергии у меня нету, выяснила, что у меня просто гиперчувствительность. То есть мне сказали, это не лечится, потому что особенность твоего иммунитета. То есть я не могу, как нормальные люди, принимать обезболивающие антибиотики без последствий серьезных для себя. И так получилось, что мне сделали Кесарева. Мне сделали Кесарева. И очень сильно всем, чем могли, потому что там была реанимация, у меня была остановка сердца, чтобы мне вернуть жизнь, тоже меня еще больше залили химией. И эта химия, она выходила из меня очень долго. То есть до беременности у меня не было боли в позвоночнике вообще. Я была абсолютно здоровым человеком. Я носила я здесь по местным горам, водопадам, всем остальным. А вот после того, как меня порезали, я полугода вообще не могла ходить. Потом, потом, у меня начались боли опять в позвоночнике. У меня начались боли в позвоночнике. И я пришла сюда в отделение позвоночника, в Бангон-Патайя-Хоспитале, говорю, товарищи, мне надо сделать МРТ всего позвоночника. Он так на меня смотрит, говорит, зачем? Я говорю, у меня в прошлом были протрузии в предгрыжевое состояние позвонков во всех дисках позвонка, во всех отделах. Пожалуйста, сделай мне МРТ. Я хочу знать, в каком состоянии у меня сейчас позвоночник. Он говорит, ну у тебя не может быть такого. Я говорю, почему? Потому что ты пришла своими ногами. Поэтому этого не быть не может. Хорошо, мне сделали МРТ полностью всего позвоночника. МРТ была найдена одна маленькая протрузия в шее. За 10 лет я восстановила хрящи позвоночника. Я изучала эту информацию и нашла где-то исследование о том, что все наши органы, они способны к самовосстановлению. И у каждого органа есть свое время восстановления. Быстрее всего восстанавливаются, если не ошибаюсь, клетки эпителия, которые выстирает желудок. Там буквально в течение дня это все восстанавливается. Очень быстро восстанавливается печень. Так что если у человека циррозия, если создать правильное условие и дать нужное питание, плюс дополнительные травки, печень тоже восстановится. Позвоночник, он восстанавливается 10 лет. Чуть больше, через 10, я сделала через 12 лет снимок, и я увидела, что у меня практически все восстановилось. Так что если у вас есть какие-то серьезные проблемы с позвоночником, и вы думаете, что процессы необратимые, вам сказали, что процессы необратимые, не верьте. В ваших силах все изменить. Из чего все начинается? С чего я начала свое восстановление? Первое – это была мысль. То есть если у вас есть стимул восстановления, если есть желание жить, просто первый вопрос – это зачем? Зачем вам здоровье? Вот пока вы не ответите себе на этот вопрос, зачем вам избавиться от боли в позвоночнике, у вас не будет мотивации делать упражнения, делать зарядку, ходить там на массажи, искать какие-то комплексы. ...исходило у меня. Я на самом деле... Да, здесь вопрос из зала, да, как это все происходило у тебя, конечно же, гониспособен самостановиться, да. Как у меня это все происходило, когда я поняла, скажем так, углубилась в китайскую философию, в тибетскую философию, в философию тибетской медицины, я поняла, что оно зависит от многих факторов. Это от моих мыслей, от стрессов, которые я испытываю, да, от питания, от окружения, ну, воздух и все остальное. И если, живя в Новороссийске, я не могла повлиять на воздух, да, у нас там в своем заводе находится, то я могла... То есть стараться контролировать, не злиться, не раздражаться, это для своей эмоции. И я могла управлять своим питанием. Я до сих пор не пью Кока-Колу, там, и прочие всякие химические вещи. Я не ем химические соусы. То есть я до сих пор на натуральном, таком полноценном, здоровом питании. Причем, как бы, я без перегиба в палке, да, у меня вот недавно у меня был прикол, мне просто захотелось есть мясо. И до полугода я не ела мясо, я ела только рыбу. Мне просто его не хотелось. Не потому, что вот я решила, да, что я теперь стану веганом, мне вот птичку жалко. Тоже есть, но абсолютно спокойно. Я просто не хотела есть мясо. То есть я прислушиваю, что я хочу сейчас. Если я не хочу есть, я могу не есть. Я не могу есть день, два, два. Для меня это нормально. Если я хочу есть, я ем. И я прислушиваю, что я хочу, что сейчас нужно моему... Да, факторов много. Я не за собой философ, я увлекаюсь психологией с 17 лет, и сейчас у меня сертификат коуча. Я вообще, я люблю исследовать разные вещи. Мне интересно изучать психологию людей, мне интересно изучать вообще психологию всяких явлений, все явления, да. Мне интересно все, что связано с моим здоровьем. У меня на самом деле грандиозные планы на жизнь. У меня есть стимул. У меня есть, зачем вставать по утрам и делать зарядку. У меня есть стимул, зачем я сижу там на определенной диете, да. У меня есть стимул к тому, чтобы что-то делать и развиваться. Потому что у меня очень большие планы, далеко идущие вперед. И чтобы их воплотить, я должна быть здоровой. У меня просто горят глаза, когда я думаю о том, да, что вот у меня в будущем, что я там себе напланировала. И эти цели, которые я перед собой поставила, они действительно зажигают мне глаза, да. И я вот стремлюсь к этому. И... ...заботиться о себе, поддерживать себя, чтобы у меня была возможность быть в хорошей форме, да. Также... Да, да, Наталья, вот я тоже учусь всему, люблю знать многое всего, да. Есть одна индийская пословица, которая говорит, если к 30 годам ты не стал сам себе врачом, ты приблизил себя к смерти. И пришлось гораздо раньше разбираться во всем. Ну, у нас такая... Такой у нас менталитет. Не грянет, да, может не перекреститься. То есть, на самом деле, мы начинаем задумываться о своем здоровье только тогда, когда у нас случаются серьезные проблемы. Ну, а сейчас вот я общаюсь в клубе предпринимателей, и очень многие люди, что мне очень приятно, те люди, которые управляют бизнесами, они заботятся о своем здоровье, потому что они понимают, что здоровье дает продуктивность. То есть, когда у тебя все болит, ты не можешь эффективно управлять бизнесом, ты не можешь принимать какие-то решения, потому что тебя обвлекает боль, да. Ты не можешь вывести свой бизнес на новый уровень. Когда у тебя ничего не болит, когда у тебя легкость, когда ты хорошо себя чувствуешь, у тебя есть сила и энергия на все. Вот. Также, для решения проблемы с своим позвоночником я прошлась обучение тайскому массажу. Я училась в течение месяца, я обучалась тайскому традиционному массажу, массаж горячими мешочками, масляный массаж, а также токсен, токсен гуаша. Приезжаю в Россию, я это делаю редко, ко мне выстраиваются в очереди для того, чтобы я решила какие-то проблемы. То есть, я разработала методику, которая массажа, которая помогает снять боли буквально за один сеанс. То есть, я приехала к родителям, у меня папа вот так вот ходил. Просто не мог, у него защемило что-то вот в спине, и вот он ходил вот так вот, все. И после одного сеанса массажа он выпрямился.